Давайте еще несколько интересных вещей разберем, прежде чем за финалем. Пригласите, пожалуйста, всех, Влад. Очень интересный способ узнал совсем недавно. Оказалось, что много кто использует, и схема крутая. Как, если вообще денег нет, откуда их быстро взять, как получить? Смотрите, какая схема. Вчера мы начинали разбирать, сегодня разберем. Смотрите, знаете про то, что участки можно межевать на кусочки? Знаете. То есть по 3-4 сотки, можно раскромсать их. И что можно делать? То есть продавать то, что купили. Ну вот в данном случае продавец хочет, допустим, участок нашли, 14 соток. Продавец хочет миллион за него. Приходим к нему и говорим, давайте я продам ваш участок, помогу продать участок за миллион, но кусочек возьму себе. Вы получите миллион. И что дальше? Ищите продавца, которому 8 соток продаете за миллион. То есть делим это на два кусочка, мы еще не разделили. Но мы 8 соток продаем за 1 миллион, которые отдаем продавцу. Остаток забираем себе. За счет чего это можно делать? За счет того, что большинство людей не умеет продавать, и у них висят участки мертвым грузом. Вы находите и вот так вот круто делаете. Сейчас вот расскажу вот прям один из реальных кейсов. Смотрите, парень замерщик окон с зарплатой 40 тысяч рублей. Нашел как раз такой участок 15 соток в Дальнем Подмосковье, где продавец хотел 800 тысяч рублей за этот участок. Таких участков полно, в общем-то. Дальше, что он делает? Выбивает скидку, вносит аванс 10 тысяч рублей. Бронирует участок. Цена, ну здесь немножко другая схема, то есть он с кредитом это делал. Цена и выбивает скидку 650 тысяч рублей. То есть тот хотел 800, за 650 берет. Дальше, делит это на 7 и 8, то есть на вот эти деньги, то есть он, так сейчас, у меня тут написано, так, так, так. Да, на эти, делит на 7 и 8, и 8 продает за 700 тысяч рублей. То есть он еще не разделил, то есть как делается. То есть находится покупатель, кто готов купить 800 за 700 тысяч рублей. И он просто с ним встречается, говорит, вот я продаю, сам там беру вот это, 8 соток стоит столько-то денег. И все. Ну, естественно, заранее обговорено с покупателем, тому все равно, откуда он возьмет там 800 тысяч рублей или 700 тысяч рублей. И 8, то есть с продавцом он договаривается на 650, 8 соток продает за 700 тысяч. При этом, что получается, он вышел в ноль, и у него осталось 7 соток, которые он забирает себе. Эти 7 соток, под залог этих 7 соток, он берет кредит 500 тысяч рублей, под залогу квартиры. На этом, за эти 500 тысяч рублей он строит быстро возводимый дом из СИП-панелей за 500 тысяч, маленький домик там на буквально 60 квадратных метров. И продает дом с участком за 2 миллиона 100 тысяч рублей. Прибыль, то есть он 2 100 минус 500 тысяч кредит, который взятый под залог для строительства дома, 1,6 миллиона. 40 раз больше, чем его зарплата. Все сделано за 5 месяцев. И, ну, интересно тем, что вот реально оказалась очень рабочая схема, и активно люди применяют. То есть большинство не умеет продавать земельные участки. Если вы готовы активно включаться продавать, и участок большой, то можно кусок от него оттяпать, там 4 сотки, 6 соток. Остальное продать по такой же или почти такой же цене, остальное остается за вами. Все, прекрасная схема вообще. А как умеете продавать земельные участки? Смотрите, то, что мы даем, во-первых, посмотрите, вот продажа на Авито, помните? Люди, ну, вы посмотрите, как они продают земельные участки. Там просто висит объявление, там продам и все. Или даже они не догадываются, что можно на Авито продавать. Да, тут вот что-то всплывает. И, то есть, ваша задача, как делать? Просто вы включаетесь одновременно, включаете много каналов продаж, включаете рекламу на Авито, делаете хорошее объявление, делаете хорошие фотографии, и у вас сразу идет поток клиентов в 5 раз больше, чем у этого человека. Из этого в 5 раз больше задача найти одного, кто готов вот это сделать. Вот интересная стратегия. Раньше сам даже не очень подозревал о том, что это есть, а вот очень работает. А землю лучше получается под залог не та же, чем... То есть, ипотеку не сложно, да? Это чисто под землю. Нет, можно, можно. Ну, вот здесь так и делалось. Не ипотеку, а просто кредит под залог земли. Да. Это тяжелее, чем под залог квартиры, но тоже есть банки и через брокеров это решается. Нет, можно ипотеку под землю, тоже, да, тоже можно. Просто здесь, смотри, чем крутая схема, что ты вообще, тебе даже ипотека мне нужна. То есть, ты, по сути, приходишь к продавцу и говоришь, давай я тебе помогу продать, ты хочешь миллион, я тебе принесу миллион, какая тебе разница, откуда. Особенно те, кто, куча людей, у которых участки висят там по году, по два года, они не могут продать. Я тебе помогу продать. При этом схема будет вот такая. Устраиваешь? Да, да, ну вы это сразу проговариваете просто, что вот схема такая, я, ну, клиентам, которые хотят покупать, говорим, что я беру вот эти 6 соток, с тебя за 8 соток миллион. Вот такие условия работают. А я это, мы сейчас там вносим задаток, собственник межует, это стоит, ну, там, 50 тысяч рублей в месяц на раздел. И после этого все, сразу заключаем предварительный договор, по которому мы это делаем. Очень интересная схема, да. Вопрос, а дома 10 панелей он нужен каким-то образом удаканить? Ну, да, по-хорошему нужно. Ну, вводят все по дачной амнистии сейчас, до сих пор действует дачная амнистия, то есть без получения разрешения на строительство, без ничего. Строим, потом вызываем комиссара, который приходит и говорит, о, тут дом есть, вот вам свидетельство. Как-то залог земли же очень плохо. Ну, плохо это значит, что не массово, что если ты вот сходу просто так в Сбер зашел, тебе не дадут. А если поработать, то дают. Это как, собственно, вот, ну, очень практически везде, со всеми ипотеками. Что значит плохо дают? Значит, что вот если не напрягаться, прийти в первый попавшийся банк, наверное, может не получиться. А если приложить усилия, либо самому отыскать банки, которые именно землей, например, активно занимаются. А есть такие банки. То есть кто конкретно вот на этом специализируется. Да. У вас вопрос был, нет? Это Дальнее Подмосковье, я не помню точный район, но где-то там 60 километров от МКАДа. То есть там примерно вот такие цены легко достаточно можно найти. Ближе к МКАДа, естественно, цены выше, но делать можно все то же самое, просто с более высокой ценой. Как начать ориентироваться к ценам, если на Авито? Законите на Авито. Не так, что на Авито сами что-то. Нет, ну первым делом зайдите на Авито и посмотрите, там огромное будет количество. Вот мы с Алексеем, я рассказывал, по-моему, схему, простейшие схемы. Я когда Кийосаки прочел, когда-то в 2005 году, он мне вот мозг взломал как-то. Я понял, что дальше так жить не могу. Я тогда аналитиком работал в крупной компании. Решил, что нет, я так дальше не хочу жить. Стал искать варианты. Долго хотел найти возможность, как бы вот все-таки встретиться с Кийосаки, пообщаться. И в 2011 году полетел на его живой семинар в Лос-Анджелес. Прилетаю, там с утра прилетел, вечером улетел. Я когда подошел, там рассказал, говорю, вот там, да, с России 13 часов перелет, Москва, Лос-Анджелес. Чисто вот на ваш семинар. Что, вечером уезжаете? Ну да, you are crazy Russian, да. Сумасшедший русский парень. Приперся ради этого, только ко мне. Но там выступал один из его учеников, то есть у него там есть команда, кто чем занимается, и рассказал очень простая стратегия. Он что делает? У него сидит команда звонарей, которые просто звонят, берут все объявления о продаже домов. Ну, в Америке в основном все в домиках живут. Смотрели фильмы, наверное, да, вот такие типовые домики, американская мечта, и вот там все в таких. То есть в квартирах почти никто не живет в Америке, если, ну, бывали. И они звонят, прозванивают все домики и говорят, мы готовы купить прямо сейчас, привезти вам нал за полцены ваш дом. И что оказывается, что 2-3% соглашаются. Большинство, конечно, посылает, но 2-3% соглашаются. Мы с Алексеем решили, а чем мы хуже? Взяли телефон, просто на Авито выбрали, интересные участки. То есть мы не то, чтобы вообще все, а посмотрели вот так по расположению, ну, по цене, интересные. Стали звонить и говорить, помнишь, Алексей, в августе мы это делали, готовы купить за полцены. У нас из 30 звонков двое сказали, да, приезжайте, приносите нал. Еще человек 5 сказали, ну, нет, полцены слишком, давайте хотя бы 60% обсудим. То есть смотрите, и вот, ну, то есть на самом деле люди, ну, мы забронировали один участок, и уже мы, более того, пригнали туда таджиков, они начали там косить и строить даже. Помню, что это было. Нашли шикарный участок, станция Шереметьевская, рядом с аэропортом Шереметьево. Прям вот выход с платформы, выходишь и участок прям стоит. Более того, как там было, очень интересно, мы приходим туда на участок, пригоняем таджиков, они там начали, а он заросший, то есть там вообще бурьяном все поросло. Это вот как народ продает. То есть там сгоревший дом стоит, прям посреди участка, то есть вообще не напрягаются. Вы висели вот как есть там, на фотографиях какая-то непонятная. Приходишь, ты там вот просто туда, на участок зайти нельзя, такие джунгли. А его там 7 лет, он стоит вообще никакой, еще там дом сгорел. Коммуникации там есть? Да, прям по границе идут коммуникации, там все, все круто. Вот прям выходишь со станции, там все есть, но участок заросший совсем. Ну надо хоть пройти, посмотреть, что там, а то вдруг там кладбище или еще что-то. Мы пруд там нашли в итоге. Помнишь, да? Там чуть не провалились, причем он такой, сквозь джунгли придираешься, мы все-таки решили, ну надо продраться. Идем, идем, бац, пруд. Среди деревьев так расступается джунгли, яма такая, ну небольшой прудик. Большой участок 23 сотки, причем разбит уже на 2 по 1,5. То есть, ну а продают как один цельный, там что-то, две сестры владельца. И придали туда таджиков, они начали все косить, там то, все. И прямо напротив участка, вот железнодорожная станция, там площадью станции, куча всяких, ну какие-то магазинчики стоят, подбегает армянин с мясной лавки. Такой, о, вы что тут делаете? Мы, да вот, покупаем участок. Да, а что у вас тут можно сделать? Мы, да все можно сделать. Да, давайте, я всю жизнь мечтал ресторан сделать, у меня тут спрос уже есть, можно я у вас там что-то, как вы думаете? А почему? А он снимает там автобусная остановка, и вот маленькая автобусная остановка, у нее там мясная лавка, вот будка 30 квадратных метров, маленькая. Мы, по чем снимаешь? 70 тысяч рублей. Мы, а что, хочешь мы тебе такую же поставим на нашем участке? И еще в два раза больше, и за те же 70 тысяч. Ну, да. А 70 тысяч, это уже нам перебивало все платежи по ипотеке. И вот мы там все скосили, все сделали, и день сделки, за день до сделки нам звонит продавец, вы знаете, а мы тут подумали, давайте вы на несколько миллионов дороже заплатите. Мы, ну, нет, давайте мы не будем так делать. К сожалению, сорвалась сделка. Но, тем не менее, то есть протестировали, то есть отличный, это работает, люди не умеют продавать ни земли, ни дома, вообще ничего не умеют, ну, просто зайдите, посмотрите на Авито, как что висит. При этом, сделав хорошее объявление, запустив сразу много каналов, вот мы когда активно участвовали, активно что-то там продавали, 23 канала есть основных, которые там надо использовать. Сажаем группу фрилансеров, которые везде, каждый день обновляют объявления, вывешивают, и сразу поток заявок там в 10 раз возрастает по сравнению с тем, что когда ты просто разместил на Авито хорошее, а большинство и хорошее это не размещает. Тяп-ляп вот просто какую-то... Как-нибудь сделаем вебинар прямо на эту тему. Может быть, разберем. Следующий. Ну, это, каналы это стандартные, то есть это куча сайтов, местные газеты из рук в руки, ну, то есть сайты основные, там, Циан, Авито и еще там пара сайтов, это из рук в руки, еще несколько газет, это объявления местные, там, вот, прям по району, объявления, ну, то есть вот спектр действий, которые простые, там ничего сложного нету, которые пара студентов вам за, там, тысячи рублей все сделает, все, что хочешь обклеить, будьте здоровы. просто люди не делают, они не напрягаются, чтобы продать, а если бы вы напряглись, опа, оказывается, что можно и нормально продать все, и особенно, когда хорошие фотографии, вы посмотрите, когда просто вот участок, заросший бурьяном, и участок скошенный, скосить это тоже 2000 рублей, таджикам они, что хотите, перекорчуют, причем, там на участке стояли вековые сосны, вот, огромные вековые сосны, они идут с этой хреновиной, косит, значит, на сяльника, это скашивать, а ты бензопилей, ты этой, прям, не, я умный, Равшан умный, у меня топор есть, да, там сосна такая, реально, не обхватишь, никак, нет, ну, такое дерево не надо, ну, ладно, я остальные скашу, ну, забавно, то есть они такие, ребята, прикольные, вот, так что, очень интересная стратегия. Редактор субтитров, Корректор субтитров, Корректор субтитров, Корректор субтитров,